Перед вами список 10 самых древних Коранов в мире. Рукопись из Университета Бирмингема, датируется VII веком. Рукопись Сана, с датировкой VIII века, хранится в Йемене. Рукопись Табкапы также начинает отсчет в VIII веке. Самаркандский куфический Коран, датируется VIII-IX веками. Голубой Коран – это тунисская куфическая рукопись IX-X веков. Рукопись Ибна Аль-Бабаба XI века. Андалузская рукопись XII века. Магрибская рукопись XIII века. Севильский Коран XIII века. И самый древний из этих Коранов условно называется Коран в Санкт-Петербурге. На самом деле 70 страниц этого Корана хранится в Национальной библиотеке Парижа, а 46 страниц в Санкт-Петербурге. Датируется рукопись VII веком, что делает его наряду с Бирмингемским Кораном самым древним изданием в мире. Вы спросите, какое это отношение имеет к казахам? Я отвечу вам, самый древний Коран из этого списка сто лет назад спас именно казах, но об этом никто не знает. Перед вами описание съезда Алаш-Ордынской интеллигенции в начале 1918 года в Каратюбе. На съезде были видны деятели Кэнжин, Касабулатов, Морзагалиев, Каратлевов, Жилдебаев, Хангиреев, Эпмагомбетов и Алибеков. Вел съезд Жаханша Дасмухамедов. Дасмухамедов – ключевая фигура в нашем рассказе. Мы не будем цитировать весь съезд, а перейдем к интересующему нас абзацу. Итак, Жаханша с жаром пустился рассказывать о мусульманском совете. Публика, как один человек, слушала, затаив дыхание. Взоры были обращены к Жаханше. С веркающими глазами впиваясь то в одного, то в другого слушателя, оратор целиком завладел аудиторией. Для подтверждения своих слов он тоже мал кулаки с хрустом в суставах, то для большей правдивости и пущей убедительности вытягивал перед собой ладони с растопыренными пальцами. Его руки то плавно, как крылья, расходились в стороны, то складывались одна к другой. По мере надобности взмахом руки, как секирой, оратор рассекал воздух. Он взирал искрящимися глазами на завороженную внимающую публику и как бы заколдовывал ее. Выражение его лица ежеминутно менялось. Своё выступление он закончил следующими словами. «Мы сидели в Петербурге, в мусульманском совете. Русские уже открыто враждовали между собой. Большевики бродили по городу и обстреливали все учреждения. Мусульманский совет тоже был подвергнут обстрелу. В городе сплошной беспорядок, в народе печаль. В минуту, когда каждый думал о своей судьбе, в моей голове блеснула священная мысль. Я вспомнил, что самая первая рукопись Корана, написанная рукой халифа Османа, хранится в Петербургском музее свергнутого царя. В тот момент, когда все в мире стояло вверх дном, мной завладело одно единственное стремление, во что бы то ни стало спасти священный Коран. Я поделился своей мыслью с другими членами мусульманского совета. Все боялись, никто не посмел идти со мной. А я подумал, стоит ли жалеть жизнь, когда может погибнуть Коран. Под ливнем огня на улицах я прибежал в музей. Здесь все было перевернуто вверх дном. Преодолев немало препятствий, не считаясь ни с чем, я добрался до священного Корана, написанного кровью сердца Османа. Схватив Коран в объятие, я выскочил из музея. Сквозь непрерывный поток врагов, под ливнем огня, вот этими руками я принес священный Коран в мусульманский совет. Этот документ дает нам понять, что во время революции и пожара Петербургского музея древнейшую рукопись Корана спас никто иной, как один из лидеров западного крыла партии Аллаш. Коран сохранился и его почитает весь мусульманский мир. О Коране Санкт-Петербурга пишут все мусульманские издания, но кто его спас никого теперь не интересует. 3 августа 1938 года на Бутовском полигоне наполовину парализованного после инсульта Жаханшуда с Мухамедова расстреляют московские большевики. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok